Привет! Предположим, что у вас есть красивая бутылка молока, у вас есть красивая сцена, а вам хочется на неё закинуть свой дизайн. Вот хочется накинуть какую-то свою этикеточку, красивую, которую вы сделали, например, для этого молока. Но вот возиться с этими UV-развертками, что-то с угадыванием там пропорций, чтобы потом накинуть туда этикетку на самом молоке, вот вам не хочется. Вам хочется быстренько взять и как в реальной жизни вот так вот обкрутить эту всю этикетку и получить конечный результат. Я нашёл для этого способ, как это можно сделать быстро и без траты, собственно, лишнего времени, которое можно потратить на что-то другое. Смотрите, изначально предполагается то, что если вы это делаете, то вы знаете уже, какой у вас диаметр вот этой бутылки, и вы сможете по пропорциям её корректно подобрать. Поэтому вам остаётся только взять и нанести этикетку, чтобы это было быстро и красиво. У меня есть вот такая вот бутылка молока, есть этикетка. Что мы делаем? Мы сначала включаем аддон images as planes. Images as planes. Вот он. Когда мы его включили, у нас для удобства, конечно же, есть этикетка в формате PSD, чтобы мы могли потом вносить правки и ничего не переделывать заново. Что мы делаем? Shift A. Images as planes. Вот у меня есть этикетка. И у меня есть этикетка альфа. Это я хочу как бонус показать, как сделать так, если у вас бутылка, например... Точнее, не бутылка, а этикетка. Она у неё какая-то интересная форма, и вы не хотите её делать просто прямоугольные, а, например, как у меня вот овальчик. Вот я хочу, чтобы у меня вот этих углов не было, а была овальная вот такая вот этикетка. Вам понадобится ещё одна альфа-этикетка, но сейчас я... Давайте сначала о самой этикетке. Добавляем этикетку эту. Смотрим, что у нас есть. Смотрим, что у нас есть. Есть у нас вот такая вот этикеточка. Что мы делаем далее? Далее мы применяем все трансформирования. Set Origin, тут же Омитрий. Ну, почему-то у меня работает это именно так. Не знаю почему, но просто рекомендую сделать то же самое. Затем в режиме редактирования, нажав Tab, мы добавляем много-много-много... Добавляем вот таких вот сегментов, чтобы это всё потом сгладить без лишних модификаторов. Сразу же Shade Move применяем, и в модификаторах мы выбираем Simple Deform. Simple Deform, и теперь будем это всё дело гнуть. Гнуть. Сразу пишу здесь 360. Bend. Выбираю Bend. 360 и по Z. И как вы видите, у нас вот это всё дело загнулось. То есть оно завернулось. Вот чуть отодвину. Оно завернулось, как нормальная, собственно, этикетка. И должно заворачиваться. Но мы видим то, что тут какие-то вот интересные переходы, что-то прозрачное, что-то через что-то проходит. Так, давайте вот 300. Вот столько, как в настоящих этикетках. Мы видим то, что оно как-то неадекватно отображается. Переходим в текстуры. Переходим в Settings. И здесь... Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так, 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 так. Тут оно где-то было. Отключу сначала Alpha, кстати. Отключаю здесь Alpha. И здесь в Settings где-то оно было. Итак, оно было у нас вот здесь Settings. Viewport Display, Settings. И Blend Mode. Меняем с Alpha Clip на OPEC-U. На что-то типа этого. Вот. Запутался, потому что делал это все в Иви. Оно там вроде как немножко по-другому. Но, в общем, да. Когда у вас вот такие вот проблемы. Вот Alpha Clip. Так, Alpha Clip. Оно теперь не показывает. Видимо, это какая-то ошибка Блендера. Окей. Ну, имейте в виду, вот здесь Viewport Display, Settings, Blend Mode. Опа-ки. Вот это вот. Двигаемся дальше. Что нам нужно сделать далее? Далее я хотел бы, чтобы вот эти черные места, они были у меня прозрачными. Чтобы у меня был такой вот овальчик сходился вот здесь, да. Что мы делаем? Мы дублируем вот эту вот ноду. Открываем. Нажимаем на папочку. И нужно сделать будет по этой форме отдельный файл, в котором белым будет то, что у вас должно оставаться видимым. А черным то, что должно быть невидимым. То есть, вот как вы видите здесь, у меня есть этикетка с картинкой. И здесь вот на месте этой этикетки все просто белое. Просто, чтобы оно оставалось видимым. Скажем так, по контуру. По контуру, да. Все то, что невидимое, оно черное. Я выбираю этот PSD файл. Подключаю его к Альфе. От ковара к Альфе. Рендер. И, как вы видите, у меня теперь, скажем так, есть моя форма. Хотя мы видим то, что изначальная форма этикетки, она остается прямоугольной. Но сама картинка, она вот здесь вот теперь прозрачная. Это то, что нам нужно было. Затем просто берем и... Под нашу форму. Можно даже Ctrl-C. Copy Location. Ой. Copy. Так. Ага. Так. Так-так-так-так-так-так. Тут мы применяем Simple Deform. Set Origin to Geometry. Copy Location. Все. Оно теперь на вот этом месте. И вот так вот мы его подскейлим. Вид спереди. Ну и размещу плюс-минус, как мне надо. То есть, вот так вот. Еще имейте в виду то, что если картинка... У картинки плохое качество, то у нее будут такие вот разрывы эти... То есть, пиксельные. Поэтому сразу имейте хорошее качество. Ну и, допустим, у нас, собственно, это изображение, оно... Так вот, тут чуть-чуть. У нас какая-то там необычная форма бутылки с какими-то впадинами. То есть, например, давайте вот так вот добавим три штуки. Это все просто теперь можно редактировать. Просто, например, возьмем здесь вот так Ctrl-B. Добавим. Ctrl-B. Три штуки, да? Ctrl-B. Три итерации. И теперь выделю вот эти центральные линии. Но только сначала я включу себя в настройках. Это только у меня. У вас такого не будет, скорее всего. Сниму отсюда галочку. Выделю вот эти линии. Возьму режим редактирования. Individual. Individual. Origins, собственно. Да. И нажму S. Вот. Чуть-чуть вот так вот утоплю. Вот где-то вот так вот. И теперь вот эти все штуки выделю полностью. И сделаю им Ctrl-B. До момента, где оно там будет вот тут вот соприкасаться. Вот все. Оп. Видите? Оп. Очень. Таилки-палки. Вот. Сейчас еще раз. Вот-вот-вот-вот-вот. Все. Они там прямо рядом. Вот эти две линии. Вот они тут рядышком совсем. Теперь A. M. By distance. И нам надо слепить вот эти точки, которые слишком близко. И с зажатым шифтом я двигаю вот это в сторону. Вот. 414 вертикалей. Убрано. И теперь вы видите то, что есть тут деформация в этой тикетке. Например, она повторяет форму бутылки где-то там снизу. Переходим в рендер. И оно, собственно, никак не повлияло на наше изображение. Но здесь осталось. Конечно, тут сейчас вот с освещением этим не совсем это видно. Судно как-то рафность уменьшить, наверное. Там что-нибудь добавлю просто, чтобы уже видно было. Ну и как-то кое-как видно вот эти все изгибы. Сейчас я их подсвечу. Ну, в общем, да. Тут видно, в общем, это. И, собственно, таким образом можно очень быстро, очень удобно и очень легко сделать картинку, сделать этикетку точнее, которая будет, собственно, огибать вашу бутылку и легко с ней работать. А потом уже как-то редактировать PSD-файл. И оно будет здесь тоже меняться. Просто надо будет вот отключить там буквально и еще раз подключить, если вы это изменили. Вот. На этом у меня все. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь, поделитесь, если вы нигде больше не находили вот подобной информации, потому что она важна для, собственно, для всех людей. Так же, как и для вас. Если кто-то случайно на нее наткнется и будет рад, я буду тоже очень рад, если у меня будет больше просмотров. Спасибо большое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok